всем привет дорогие друзья гости и подписчики моего канала сейчас вы уже видите тест данного ножа case russell lock по дереву в общем то посмотрим сегодня мы на что он способен в начале видео также хочу сказать что данный нож предоставлен для обзора и тестов ну и собственно был подаем не на день рождения нашим любимым продавцом ксения вконтакте ксения продает викторинок скейс зипа цены хорошие человек ответственный душевный ссылка на нее находится под видео тест уже идет а я вам пока покажу изначальную заточку данного ножа ну и собственно после теста мы с вами посмотрим что же станет с этой 420 американской сталью в общем то вы смотрите пока андрей вам строгает дерево в тесте я дождусь пока он доделает тест и подведу итоги а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но, однако, срагает он достаточно агрессивно за счет тоненького клинка, прямых спусков. В общем-то, неплохо он справился с этой задачей. Давайте посмотрим на режущую кромку. В принципе, даже каких-то заминов на нем не наблюдается. Ну, то есть, несмотря на то, что такая вот простая 420-я сталь, на данном ноже стоит после того, как мы перестрегали такой брус. Вот, в общем-то, вот посмотрите его, собственно, ширину стороны к длине клинка. В общем-то, ну, несмотря на то, что тут 420-я сталь, после того, как мы перестрегали такой вот брус, в общем-то, с режущей кромкой ничего не случилось. То есть, в принципе, строгал я достаточно агрессивно. Под конец уже брус просто положил и уже вот так вот буквально поперек волокон дерева строгал. Ну, в общем-то, тем не менее, друзья, со сталью ничего не случилось. По эргономике достаточно удобная. Вот тут вот площадка как-то вот так вот взяться, чтобы так достаточно аккуратно строгать. Ну, в принципе, таким вот молоточным хватом тут вот впивается вот эта вот часть. Ну, собственно, хвостовик клинка, благодаря которому у нас, собственно, нету шпенька, который сжирает режущую кромку. И, в общем-то, достаточно интересная такая система открывания. Но, однако, вот в таком вот молоточном хвате все-таки он немного мешает. Так что, в принципе, у подобного ножа со шпеньком также есть какое-то преимущество. Но, однако, вот таким вот кухонным хватом, в общем-то, нож в руке достаточно удобный. В принципе, каких-то проблем нету. Вот таким вот хватом, каким-то вот таким вот аккуратным строгательным хватом. Ну, какой-то аккуратный какие-то работы делать, если... Ну, достаточно удобно вот так вот он в руке лежит. Вот тут у нас такой крупный чорел, в общем-то. Ну, и, в принципе, друзья, в общем, сталь 420-я достаточно неплохо себя показала. Каких-то проблем нету. Рукоять. Ну, в целом удобная, но есть какие-то нюансы. В общем-то, также вот тут вот торчит у нас лайнер-лок. Ну, в принципе, это не так страшно. Ну, с другой стороны, в общем-то, это такой небольшой классический джентльменский ножичек. Я думаю, что вряд ли вам прямо так уж довести. Ну, где-то строгать придется. Ну, смотрите, в принципе-то... Давайте. Строгает-то, посмотрите, как агрессивно. Со сталью, в общем-то, ничего. Хотя нож уже у меня некоторое время в использовании. Ну, в общем-то, каких-то проблем с этим нету. Так, ну что, делаем выводы. В общем-то, достойно показала себя 420-я сталь. Рукоять на данном ноже, ну, в целом, достаточно удобная. Но есть свои нюансы. Но, однако, вряд ли вы будете такой нож использовать для какой-то долгой, тяжелой работы. Все-таки вы, скорее всего, возьмете какой-то фиксит. Ну, а так, в целом, вещь такая крайне приятная, красивый джентльменский нож. Мне прям очень она нравится. Ну, все-таки, основная задача этого теста была посмотреть, что же все-таки за сталь такая 420-я. Я все-таки не ожидал таких результатов. Я думал, она сильнее подсядет. Не думал я, что она рабочую остроту потеряет. Но думал все-таки, что какие-то замины на ней появятся. Но, однако, как вы видите, каких-то проблем с этим не возникло. Ну, что еще сказать? Ну, в принципе, вроде уже все сказано. Сама рукоять такая гладкая, вообще никаких насечек не имеет. Ну, и это, благодаря этому, она тоже, в общем-то, определенного удобства это добавляет. На мой взгляд, я не очень-то люблю какие-то насечки. В принципе, достойно. Ладно, друзья. Я думаю, все я вам сказал. На этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания.